Всем привет! У нас дожди и в перерыве между ними я решил пойти за грибами. Я люблю грибы собираем, потому что грибы собираем чуть ли не зимой, у меня есть фото, где мы зимой, ну не зимой, это было позднее осенью, уже был снег, мы собираем грибы с товарищем. Я когда иду в лес, я знаю, что я всегда грибы найду, поэтому я не сомневаюсь, но сейчас посмотрим, что будет. У меня есть свои уже проверенные места, грибы здесь, в этих местах я собираю 30 лет, 30 лет точно собираю, даже больше, я думаю 32 года, потому что мне 39, по-моему лет 7-6 я уже собираю грибы. Вот такой вот пролесочек у нас здесь. На самом деле, если вы помните, эта пролесочка находится прямо на поле, и здесь я с Семеном когда-то зимой собирал валежник прямо здесь, в этом месте. Люди в основном собирают внутри него, внутри этого пролеска, я же собираю прямо на поле, обычно никогда не подводит меня чутье. Так, ну что, посмотрим, что здесь есть. Ну вот, как видите, я только зашел, и сразу же один гриб. Неплохой подберезовик. Вообще, цель сегодня набрать на жареху, подкопать картошки, потому что я ее уже подкапывал, она уже есть, и сделать себе картошку с грибами и с малосольными огурцами. Вот подосиновичек, тоже неплохой. Ну вот, даже если вы обратите внимание, здесь колея от машины, да, и вот, допустим, гриб. А вот только лес. Соответственно, здесь его никто не ждет, кроме меня. Хороший подберезовичек, крепкий. Ну, сразу еще один, прям здесь. Очень крепкие грибы, на удивление. Вот еще один. Все на опушке. В лес еще не заходил. Ну, вот такие белые здесь. У нас грибы растут прям красивые, как с картинки. Маленький лайфхак от меня, как собирать грибы, если не знаешь, какие они, то есть, как отличить ложный гриб от неложного гриба, и там, хороший гриб от плохого. Не претендую ни в коем случае на Исину в последней инстанции. Но всем своим друзьям, допустим, городским, которые приезжают пособирать грибы, советую так делать. Если у вас гармошка с обратной стороны шляпки у гриба, так как у сыроежки гармошка у лисички и так далее, то такие грибы мы не берем. Потому что начинающий грибник, он иногда даже подгонку от сыроежки не отличит. И может взять какой-то плохой гриб. Если у тебя с обратной стороны как губка, то в этом случае гриб хороший, его надо брать. Есть свои исключения, ложные там, белые и так далее. В моих местах, да, в Калужской области, я такого не видел. То есть, я ни разу не брал, таким образом не находил ложные грибы. Но еще одно правило, оно самое главное. Если ты хоть немного сомневаешься в грибе, как-то, по запаху, запаху грибов, он, как правило, благородный такой, вкусный, то просто не бери его сразу. Несмотря на то, какой бы он не был большой и так далее. За примером далеко не буду ходить. Вот, допустим, гриб, ногой обязательно его переворачиваем. Видим, гармошка. Вот она, гармошка. Значит, гриб плохой. А здесь на всех грибах у меня поры и нет гармошки. Значит, они хорошие. Ну, то же самое вот здесь. Гармошка. Плохой. Практически безошибочный вариант. Ну, а в целом грибы выглядят вот так вот. Вот это вот классический подберезовик. Когда маленький, но это такой хороший, с кроепкой, ножкой. Когда подрастает, он вот так вот выглядит. С коричневой шляпкой. И вот это самый легкий гриб. Если не умеете собирать, то не перепутайте. С красной шляпкой это подосиновик. Ну и белый выглядит вот так. Это белый хороший гриб. Король грибов. Еще важный момент. После того, как вы уже набрали корзину грибов, и вы, допустим, точно не уверены, что вы собрали все правильно, покажите их нормальному грибнику. У вас там наверняка рядом есть. Либо бабушка, либо дедушка, который давно собирает. Он посмотрит и проверит за вами тоже. Ну, собственно, вот я набрал белые подосиновики. Корзина все-таки не полная, но это не случайно, потому что я обычно набираю столько, сколько мне надо. Вот я хотел сделать жареные грибы с картошкой. Мне этого вполне достаточно. Плюс никогда не забывайте о том, что чистить грибы – это не самое приятное занятие. Поэтому, когда у вас там две корзины, а надо вам сделать грибной суп, то это тоже не есть хорошо. Ну и другим надо оставить. Сейчас приедут, пусть тоже пособираются. Принес грибы. Сейчас буду чистить, пока решил стаканчик кофейку выпить своего любимого. Пока пью, как раз расскажу про эту летнюю кухню. Мы ее как раз закончили. Я уже показывал раньше, жена дизайнер придумала. Вот здесь вот такую грядку, где растет укроп, кинза. Очень удобно на самом деле, потому что когда готовишь, кинзу я меньше пользуюсь, но это и видно, а укроп я просто постоянно кладу теперь везде. Не надо ходить на огород, все под рукой. Поскольку летняя кухня, вначале не было полочек, и некуда было складывать посуду. Взяли в Икею такой ящик, кофемашина моя любимая. Все сделали из металла. Сверху плитка, плиту установил. Ишинку прямо здесь готовить с утра. Там вот микроволновка, холодильничек. Поскольку очень много мусора налетало туда, внутрь, то сделали вот такие вот шторы, шторки, чтобы этого не было. И на пол у меня от спортивной площадки оставалось такое покрытие. Оно мега удобное, потому что там бетон. И если ты ходишь по бетону, естественно тебе особенно в осенний период совсем не жарко. А тут теперь тепло ходить. Ну, собственно, получилось хорошо. Жена талант, я очень доволен. Грибы я собрал, теперь самое время собрать картошку. Сейчас посмотрим. В тот раз я подкапывал, картошки еще не было. Посмотрим, что будет в этот раз. Вообще, по идее, мне написали, что картошку надо подкапывать, когда она цветет. Тут она еще не отцвела, но надо попробовать. Такие вот перчатки нашел в сарае. Как раз, я думаю, подойдут, чтобы подкапывать картошку, не разрушая куст, потому что можно вилами подкапывать. Но, мне кажется, так будет получше. Но сейчас проверим. Так, ну вот, картошка. Какой мусор жарить будет. Во! Что интереснее. Там еще есть. Попробуем кокоть. Ну, херня на самом деле, перчатки. Ну, копать вилами сразу, вырывая кусты, еще пока как-то жалко, потому что ясно, что картошка еще только фумируется. Много кустов загубишь. Байду. А так вот она еще порастет. Вот столько накопали картошки. На сковородку даже нахватить. Даже больше еще останется. Все, сейчас пойдем готовить картошку. Ну, на этом на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Здесь еще будет много интересных видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok